Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы не будем касаться вопросов, которые подробно рассмотрел генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнные технологии Анатолий Юницкий в последнем интервью службе новостей, то есть инвестиций и проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Зато вы узнаете все новости о создании подвижного состава Skyway, а их накопилось немало за эту неделю, и познакомитесь с не совсем профильными аспектами работы некоторых конструкторских бюро, в нашей компании их более 50, что интересно для всех, кто хочет поглубже погрузиться в тему. А теперь обо всем этом подробнее. Общеизвестно, что передача электрической энергии через неподвижные сопряженные части токопроводящих элементов используется давно и повсеместно. Этот процесс требует инновационных решений лишь тогда, когда речь идет о подвижных, перемещающихся в пространстве элементах. В таких случаях для бесперебойной передачи электроэнергии стандартным решением является попытка увеличения площади контакта деталей, и для этих целей обычно устанавливают щетки, мочалки и паразитные бегунки. А что же делать, если речь идет о взаимодействии колеса с рельсом? Ведь площадь их контакта изменить крайне проблематично, без ухудшения скоростных характеристик. Но у закрытого акционерного общества струнной технологии уже есть ответ на данный вопрос. До недавнего времени на высокоскоростном Юнибусе Е4-362 батареи заряжались примерно так, как мы заряжаем смартфоны. Через зарядное устройство, путем подключения в электрическую сеть требуемого напряжения. Таким вот образом. Недавно же на этом транспортном средстве был испытан способ зарядки аккумуляторов через контакт в паре рельс-колесо. И получены довольно многообещающие результаты, позволяющие, руководствуясь этими данными, внедрять подобный токосъем в будущие проекты струнного транспорта Юницкого. Испытания были проведены на ферменной путевой структуре, предназначенной для движения городских и высокоскоростных транспортных средств с участием так называемого тестового мула, модуля, созданного для лечения детских болезней, характерных для любого технического новшества, который полностью повторяет внешний вид и те узлы транспортного средства, которые подвергаются испытаниям. В конструкции мула к ним обеспечен удобный доступ для выявления и проведения необходимых программных или технических доработок. Испытания Юнибуса были проведены в движении под нагрузкой, при работе в различных режимах подачи электроэнергии на мотор-колеса, в том числе была протестирована зарядка аккумуляторных батарей во время движения. Всего лишь год остался до начала важнейшего события в истории Skyway, и вот стартовала разработка архитектуры системы управления для наших экспонатов на Экспо-2020, всемирной выставки, которая будет проходить в период с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года в Дубае. Как любая серьезная организация, закрытое акционерное общество струнной технологии индивидуально подходит к пожеланиям клиентов. Изучив все отзывы посетителей с различных выставок, где был представлен наш транспорт, мы разработали новую версию приложения по управлению системой мультимедиа и комфортом в салоне транспортного средства. В компании была проделана большая работа по разработке кода на все системы управления, и вот новый визуальный стиль, а также интуитивно понятный интерфейс, успешно перенесены на мобильные платформы. Создать комфортные условия в поездках на различные дистанции теперь можно прямо через смартфон. На уходящей неделе в конструкторском бюро оснастки закрытого акционерного общества струнной технологии было подписано изменение к техническому заданию установки для дождевания, подготовлен эскиз льдо-снегоуборочной машины с головки рельса, пригодные для удаления пыли, песка и грязи, а также разработан проект маркировки создаваемых изделий для отслеживания их жизненного цикла. Все специалисты конструкторского бюро инженерной расчеты прошли семинар по повышению квалификации в рамках работы с программным обеспечением MSC-1, в частности по проведению акустических испытаний на этапе моделирования. Это позволит значительно повысить эффективность работы нашей компании еще во время проектирования. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И эффективность ваших действий будет крайне высокой на любом этапе. Строй Skyway! Спасай планету!